За моей спиной специальный автомобиль-тренажёр, который имитирует опрокидывание транспортного средства. Его ещё часто называют перевёртышем. Данный тренажёр был разработан в Минском городском управлении МЧС, и он наглядно демонстрирует работу ремней безопасности, а также позволяет человеку почувствовать, каково это находиться в перевёртых автомобиле, ведь он крутится на 360 градусов. Ну что ж, я предлагаю протестировать данный тренажёр на себе, а заодно показать и рассказать нашим телезрителям, как же правильно нужно пристёгиваться и вести себя во время аварии. Открываем дверь. Ну да, действительно, самый настоящий автомобиль. Не муляж. Мы сели, следовательно, мне нужно пристегнуться. Сразу же возникает вопрос, как нужно правильно отрегулировать ремень безопасности под себя. Как только вы пристегнулись, ваша задача аккуратно провести ремень по себе и чуть-чуть его подтянуть, чтобы он сидел плотно. Это важно, потому что в случае чрезвычайной ситуации, какой-то аварийной обстановки, он как раз-таки быстрее сработает и зафиксирует ваше положение. Скажу сразу, у меня уже волнение. Я чувствую, как мой пульс зашкаливает. Подскочила. Подскочила, да. Ничего нельзя, не стоит вообще волноваться. Всё будет подконтролено, всё будет хорошо. Мы перевернём автомобиль в положение вниз головой. И, собственно, потом нам надо будет выбраться из этого автомобиля. Пару глотков свежего воздуха. Мне кажется, я настроилась. Да? Давить педаль газ, тормоз не надо. Так, ничего не надо. Потому что всё управляться будет на внешнем пульте. Запускаем? Запускаем. Отлично. Поехали. Это нереально страшно. Всеми конечностями нужно упираться во все точки, которые мы только можем. Ногами упираться, к примеру, в пол, руками в потолок. Я чувствую, начинает тереть сознание. Подождите, сначала мне нужно подышать, потому что у меня дико паническое состояние. Я вешу, словно в воздухе. Я понимаю, что если бы не было ремня просто-напросто, скорее всего, я бы уже себе что-то сломала бы. Зажали ноги. Давим, да? В пол. То есть полностью тело у нас группировано. Так. Дальше. Одной рукой мы проводим по ремню безопасности, по той части, которая держит, да. И нащупываем. Если я стягнусь, я более кешей, если я сломаю. Вот для этого необходимо держаться на руках и ногах. Мне кажется, это было не совсем правильно сделано, с моей точки зрения, потому что я тут же упала. То есть у нас была зафиксирована тела в этот момент? Да. На самом деле, не так и просто зафиксировать ее на четыре точки. Мне страшно представить, что происходит с человеком во время аварии, особенно с тем водителем или пассажиром, который не пристегнут. Ольга, в моей ситуации ремень безопасности не заклинило. Но бывают же разные случаи, когда просто-напросто во время аварии ремень клинит. И как выбраться? Конечно, у людей, которые проходили курсы и контраварийного вождения, и те, кто заботится о своей безопасности, чаще всего есть дополнительный набор инструментов в автомобиле, который позволяет правильно выполнить различные ситуации. Например, разбить стекло, да, с помощью специального молоточка. У этих молоточков с другой стороны чаще всего есть скрытый нож, благодаря которому можно аккуратно и безболезненно разрезать этот ремень безопасности. Протестировав такой автомобильный тренажер на себе, я хочу сказать одно, что пристегиваться ремнем безопасности нужно обязательно, так как он снижает риск получения серьезных травм на 50%. А это, поверьте, немало.